ты готова и я прошу тебя в энерго информационном поле найти тонкую эфирную энергетическую копию 1983 года воплощенной на земле 1 2 3 хорошо снимается все маски и голограммы 1 2 3 фантом предстоит перед тобой впервые в данном виде светлана выходит из своего биоробота и если вы и биороботе находится еще чужеродные голограммы подключки чип голограммы или копии они сейчас выходят и становятся рядом 123 силам его намерения да будет так у нее нет голограмм но ты тонкая копия вышла и она как в руках несет что-то синяя полоса через нее она держит и несет чьи это очень интересно хорошо будем разбираться тогда бери защищаемый физический биоробот защитным потоком из энергии абсолютом берем ее в защитный скафандр на время работы с тонкими телами и вместе с тонкой копией светланы поднимайся в комнату диагностики 1 2 3 у нас здесь мы здесь она она стоит и держит она считает что это копьё это который дали для защиты он так по диагонали проходит ноги голове синяя полосатка кто и дал отправляем в клетку на счет 3 1 2 3 эту коробку ушла на это полоса ушла да хорошо и светлана стоит в сканере и я даю команду скэнер на счет 3 начинает сканировать все 7 тонких тел светланы находит все чипы датчики импланты конвекторы любые подключки от них выстраиваются каналы ведущие в клетку тюрьмы ответственны по этим каналам притягивается в клетку тюрьмы становится ее заложником 1 2 3 сканер начинает сканировать все 7 тонких тел светланы по яркие сейчас найдем кто это подсвечивает дракон синий дракон а последних тела он сидит синяя фиолетовая очень интересно один канал пусть сканер закончит работать все каналы после завершения работы сканера загорается ярко красным цветом готова один канал дракон и теперь скажи мне дракон двух головы 1 1 главы хорошо и так я подхожу к дракону спрашиваю что это такое что он сделает на каком основании находится биополе светланы после произнесения манифестом после объявления всех прав что этот вор делает в ее биополе если будет малейшая агрессия дай мне знать но он шевелится весь хвостом пьет да ты что обожаю и появляется ему не нравится включаем голограмм включаем печать дракона насчет 3123 удар 100000 герц дракону удар убираю печать насчет 3123 вторая попытка я спрашиваю это паразита что он здесь делает малейшее движение я расцениваю в мою сторону как агрессии перехожу к его уничтожения открывается галактическое ядро и ты туда уйдешь больше я повторять не буду итак мой вопрос что ты здесь делаешь как-то осмелился зайти в тело которое запрещено заходить посредством произнесения манифеста почему ты крал ее энергии и свободы на каком основании думал не заметят прилип к ее энергиям и решил подсунуть копье проткнул ее он ее внушал что это для ее защиты а почему ты осмелился зайти почему ты вошел в нее вообще не понимаешь ты что не видел этот манифест который там висит на энергии были яркие а то есть ты практически сейчас подтверждая что ты игнорируешь законы мироздания и тебе на них наплевать правильно игнорировал манифест отлично уменьшая дракона два раза один два три не нравится нет зачем ты игнорируешь законы мироздания я буду их игнорирует ты видел манифест а я вижу что ты был большим а сейчас вижу ты маленький а я еще могу я сейчас завязать головы в огромный узел люди одна голова очень могу 2 сделать из них причем по половине ума дракон ты просто паразит ты зашел в тело человека который запрещено заходить человек произнес такие слова в манифесте все кто в него меня войдут любые интерференты будут отправлены в галактическое ядро силой моего намерения ты эти слова подписал он пытается копье активировать отлично и мощнейший удар влада ему лазером удар мощнейший один-два-три удар не убивай чеснок сбился хорошо 1000 свинстом занимаюсь и подхожу и готовлю мощнейший удар активирую печать мир хангел и мощнейшим ударом света любви отца жгу эту тварь один-два-три удар сбивает с ног как начинает задыхаться и цвет меня отлично хорошо наблюдаем какие цифры у него на голову я считаю пожалуйста 513 513 ну по 7 813 но это точно знал что он делает отлично хорошо и еще раз удар 100 тысяч герц дракону он знал да он же сказал сладкие энергии они его притянули тени фиолетовая ну вот отлично хорошо участвуй получаешь цену за эту сладкую энергию эти буду столько бить сколько мне будет угодно сколько будет угодно светлане она сказала любую тварь уничтожить как ты считаешь можете сжечь сразу здесь откинуть галактической это ее воля ты нарушил ее волю мы работаем здесь по ее согласию по ее просьбе ты здесь нелегально это значит что я могу с тобой делать все что я захочу вернее она или я с ее полномочий тебе это понятно говорит я не знал что люди слушай у меня нет за последнее время у меня нет столько времени чтобы каждому дракону который вселяется объяснять одно и то же да по умели и мне все равно это сейчас твоя отговорка ты игнорировал законы мироздания вот твое наказание понимаешь вот сам выбросим это копье оно и открывается портал в галактической ядро 1 2 3 копье улетает в галактической ядро 1 2 3 так дракон сколько ты находился в этом теле 2 дня это на 2 дня больше чем нужно хорошо и я даю команду на ты много энергии забрал что-то установил в ее биополе во первых ох я тебя сожгу сейчас или ты не будешь отвечать копье у него только а мы сейчас проверим и я даю команду и все что остается осталось сейчас биополе на чистоте дракона начинает в то последнее микрона все нити его энергии дракона выходят есть энергетика его есть да больше ничего нет то есть копье он хотел чтобы она прижилась чтобы она приняла это как защиту сама и этим она как бы ослабила свой манифест то есть она его при села сама как защиту поэтому он закрался и сидел ждал хорошо все значит мы забрали подхожу тогда к мы скинули эту энергию галактическое ядро и открывается портал и скидываем галактическое ядро эту энергии 1 2 3 подхожу к светлане кладу руки на плечи мощнейшим ударом 100 тысяч герд сжигая все каналы 1 2 3 превращается в пепел открывается портал галактическое ядро этот мусор улетает галактическое ядро все мы закончили сколько с энергии нужны светлане мне 82 нужно 280 208 и какую частоту мы дадим на счет три в макушку головы светлана начинает ходить 27 герц пошел подъем энергии тут вот этим копьем да он смешал их то есть первые тела у нее достаточно энергии и они яркие но он их этим копьем он их перемешал гармонизировал скажем и вот в основном мне синие фиолетовая пострадала туда идет да ты паразит я смотрю еще и опасный дракон 100000 герц удар дракону 1 2 3 за 2 дня можете полмиллиона дать под хвост а дракон 500000 герц да ты пощадил ее ты копьем ее пробил я тебя сейчас буду пробивать своим копьем и посмотрим что от тебя останется показать я мою копью а на чистоте драконом на всю жизнь запомнишь ты обыкновенный вор и никакая ты не высшая цивилизация ты обыкновенный вор и обманщик вот кто ты дракон он говорит что вы осознанные стали раньше проще было жить сколько тебе лет человеческих годах 35 35 а чушите 813 уровень что это означает а возраст ну так я спросил тебя возраст ты говоришь 35 а возрасте а цифра у тебя 813 человеческих годах а понятно хорошо ладно дракон ты понял сегодняшний урок там где человек прочитал манифест там объявлены его свободы туда нельзя заходить а если ты заходишь ты значит понимаешь что тебя уничтожит понятно ну и давай свое честное драконье слово что ты больше никогда не войдешь ни к светлане ни к их семье вообще будешь облетать этот дом жду он говорит что я не зайду там где манифест ты же зашел ну ты же зашел откуда я знаю дай мне свое честное драконье слово я знаю вы его придерживаетесь если обманешь смотри он говорит я не враг сам себе даю хорошо и возвращая ему его первоначальные размеры 1 2 3 готов уходить открывается наверху портал на чистоте дракона против часовой стрелки 1 2 3 он уходит на свою чистоту закрывай печатаю расставляем что там вера готова и я прошу тебя в энергоинформационном поле найти тонкую эфирную энергетическую копию 2008 года 1 2 3 когда она нашла накидка на ней какая-то кисель хорошо и если что-то еще находится в биороботе на счет 3 она выходит час становится рядом копии голограммы выходят все она вышла одна в этой накидке хорошо защищаем это да физически биоробот защитным потоком из энергии абсолюта берем защитный скафандр и вместе с тонкой копии богданы поднимаясь в комнату диагностики хорошо накидка на счет 3 уходит в клетку 1 2 3 и мы приветствуем богдану интересуемся готова ли она к диагностике доверить ли она нам свое биополе сейчас трогает себя голову говорит что это было со мной сейчас будем разбираться богдана ты согласна на диагностику согласна поехали хорошо и богдана стрит сканере из сканер значит 3 начинает сканировать систем тонких тел богданы находит все чипы датчики импланты любые подключки конвекторы от них выстраивается канал ведущий в клетку тюрьму и ответственный по каналам притягивается в клетку тюрьму 1 2 3 сканер начинает работать одновременно от накидки выстраивается канал к ответственному 1 2 3 притягивает его в эту клетку тюрьму становится заложником нашим 1 2 3 это спрут вот так вот это его вот это как здесь что ли кисель что я говорил накидка надо посмотреть это мне было у нас спрута в прошлый раз сейчас посмотрю один канал хорошо так не могу найти сейчас богдану а вот богдана секундочку это не тот спрут который у нас там был ли там вообще спрут вот это я хотел узнать ну мне он показывает что вот он как стреляет у нее у нее был спрут у нее был спрут спрут ты уже был в этом теле он делает вид что не слышит тебя ищет выход отлично удар 100000 герц спрут у 1 2 3 удар ну у меня ощущение что он хочет ну как-то так рычит или какие-то звуки такие меня пугают меня пугают Влад дай ему удар лазером чтобы он меня не пугал 1 2 3 с него вытекает он еще собирается меня пугать или нет в моих руках появляется шар от мана 1 2 3 ярким светом горит он начинает сушить убираю шар от мана и спрашиваю этого паразита был ли он в этом теле пришел он повторно но он лапой как-то бьет на нее показывает тянется одной спрут если ты сейчас не начнешь давать информацию ты мне без надобности я тебя просто скину в галактическое ядро ты паразит зашел второй раз итак я тебя еще раз спрашиваю ты зашел второй раз он кивает отлично хорошо значит ты все-таки рецидивист он говорит что он не зашел ты зашел я тебя вытащил жидкость жидкость притяну значит ты не все убрал нет и как он запустил где он ее запустил ну вот он показывает он со стороны как-то ее вытягивает вот эту свою еще пальцу и пускает жидкость она сверху как накидка она не оказывает и он ждет когда она впитается чтобы зайти меня интересует где эта подключка произошла в каком месте а ну расскажи в улице он просто показывает он на улице подцепился но он ее караулин хорошо я даю команду и сейчас сила моего намерения на счет 3 начинается отторжение всей энергии с прута которая находится в биополе Богданы из всех семи тонких тел начинает с силой намерения мама помогая сейчас Богдане Богдана выдавливает из себя все частички жидкости любой энергетики с прута 1 2 3 начинает выходить эта жидкость начинает выходить все что на чистоте с прута находится безболезненно наматывается перед Богданой в клубок все нити вытягивается вытягивается из ее тела вот как нити он опускал все нити наматывается на веретено кстати мама очень хорошо это делает она ставит руки из нее вылетает сзади она стоит и руки вытягивает ладонями голове Богдана из нее все вылетает отлично мама молодец пусть мама теперь сама себе защиту ставит потому что Богдана зависит от ее защиты а если там сидит конечно красный дракон то тут какую-то защиту поставишь ребенку получается такая патовая ситуация у нас нет дракона нас прут у нее сидел у нее сидел дракон до этого синий у мамы синий о нем я и говорил все вышло открывается портал в галактическое ядро и производим сброс всей этой негативной энергии на счет 3 1 2 3 улетает галактическое ядро сгорает закрывай опечатай растворяй готова хорошо ну что спрут ты готов внести ответственность за свои деяния ты готов уходить в небытие в нирвану спрутов туда откуда не возвращаются а я тебе предлагаю один единственный канал это галактическое ядро потому что ты паразит пришел повторно я тебя предупреждал что я тебя уничтожу ты мне не поверил уменьшая спрута в 2 раза 1 2 3 такой ты теперь маленький такой манюнечкий а ему дышать тяжело в таком теле ну а что сделать а как было тяжело дышать богдане тринадцатилетнему ребенку который ты пришел убивать ты ее караулил а мы тебя подкараулили а как как тебе допить задыхается он он просит отпустить его задыхается от чего то что он маленький да ему воздух не хватает хорошо возвращаем его его размеры 1 2 3 еще одна попытка воздействия или шипение на меня я твои лапки сожгу будешь медузой их поджал вот 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 так хорошо спрут я ты второй раз мне попался я обещал тебя уничтожить это что получается я не буду свою не сдержу свое слово если я тебя отпущу кивает но это же будет несправедливо почему я тебя должен прощать у тебя есть хоть один аргумент в свою защиту хоть один он говорит что я вообще уйду из матрицы земли мне не интересует куда ты уйдешь я тебе сказал не приходить к этому человеку ни к ней ни к ее маме ты пришел к ребенку куда ты уйдешь мне бесполезно я тебе могу отправить другое место у меня есть такое желание хорошо я тебе еще один раз поверю один единственный раз если же богдан вдруг мне скажет что у нее что-то опять не в порядке я вытащу твою жидкость я тебя по днк вытащу где б ты не находился с любой галактики он кивает и он себе пытается портал открыть такой круг рисует на клетке да ты что готов ходить в общем короче все открывается наверху портал начистоте спрута один два три вышвыриваю туда не закрывай смотрим он убежал нет он ничего не кидает он убегает хорошо включаем закрываю печатаю расставляю включаем высоко и биростонные фиолетовые лучи пятьсот тысяч герц сжигаем все остатки от интерферентов до последнего микрона все чужородное сгорает сколько дадим энергии сейчас богдане 150 поднимаем чистоту и вибрации до числа значения двадцать два герца пошел подъем все необходимые цвета поступают богдану о какая радость с прутом и копия у нее веселая такая довольная счастливая отлично так и должно быть синхронизируется энергия вибрации гармонизируется усваивается распределяется наилучшим образом один два три и пошла синхронизация сейчас они с мамой друг на другу смотрят и улыбаются ну и отлично они в гармонии и то есть им на земле надо быть в гармонии как-то информация идет отлично хорошо и для усвоения энергии точка возвращаем тонкую копию богданы в систему биоробот душа заводим подключаем ее к каждой клеточке каждой извилинке мозга синхронизируем на всех уровнях на всех телах между тонкими телами и биороботом отключаясь от богдана возвращаясь в коммунту диагностики И для усвоения энергии возвращаем тонкую копию Светланы в систему биоробот-душа, заводим, подключаем ее к каждой клеточке, к каждой извилинке мозга. Проходит полная синхронизация между физическим телом и энергетическими тонкими телами. Они соединились, она как вот голову руками держит, как будто на место ставит, каким-то образом синхронизирует. И руками, опять же, ладошками вокруг себя уплотнение делает, как защиту. Выставляет, готово. Молодец, хорошо. И отключаемся тогда от Светланы и перемещаемся в комнату диагностики. Один, два, три. Я здесь.